ТОЛМСК 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 Здравствуйте! ТОЛМСК ТОЛМСК у нас сегодня опять. Знаете, в этом регионе, кажется, вообще ничего не меняется. Когда-то томичи бросились, практически бросились под колеса председателя Следственного комитета Бастрыкина, чтобы ему лично рассказать, какие чудеса с правоохранительной системой происходят у них в Томской области. В Томск приехали проверяющие от Бастрыкина. Вроде что-то начало меняться. Завели какие-то уголовные дела. С поста ушел председатель Томского областного суда Кайгородов. Председателя Следственного комитета Литвиненко тоже убрали. Митрофанова, этого главного полицейского, чуть не посадили. И пришли новые люди. И думали, что все будет по-другому. Но опять все то же самое. Опять мы сажаем предпринимателей. Сейчас врачей посадили. Это прямое нарушение 108-й статьи УПК. Сколько раз президент говорил, не сажайте предпринимателей. Вот давайте послушаем. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажем, против России, это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос по законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере. А также избрание для них мер пресечения не связанных с изоляцией от общества. Например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия. Но в Томске ни президента как будто не слышат, и законом как будто его не писан. Я сейчас говорю про клинику Санте. В данный момент находится в СИЗО главный врач этой клиники Мазеина Софья, заведующий отделением Евгения Семенова и директор и владелец этой клиники Екатерина Фельдзингер. А посадили врачей Мазейну и Семенову вот по этим показаниям. Некто свидетель по делу Храмов так и написал, что он опасается за свою жизнь и что может быть оказано давление со стороны Мазейной и Семеновой. Но эти показания, они специально были взяты с Храмова, который сейчас сидит кстати в СИЗО тоже, для того чтобы посадить врачей. А сейчас, как нам стало известно, на Мазейну давят, чтобы она дала показания на Фельдзингер. И мне хочется обратиться к чиновникам, к чиновникам Томска, к прокурору Семенову, к следствию, к судям, определенным судям, не про всех сейчас. Вы зачем вот этими всеми действиями страну-то позорите? Президента зачем позорите? Зачем вы врачей, предпринимателей по каким-то надуманным, абсолютно надуманным причинам держите в СИЗО? Уполномоченный по правам человека Татьяна Николаевна Москалькова уже обратила внимание на это дело, на дело Фельдзингера. Общественные организации и другие обратили тоже на это внимание. Ну вот в очередной раз мы видим ситуацию, при которой арестовали человека, арестовали предпринимателей, арестовали женщину, арестовали мать двоих детей, одного малолетнего ребенка, одного несовершеннолетнего. Поместили в следственный изолятор. Опять мы видим перегибы на местах, опять мы видим то, что это действие идет против политики государства, это действие нарушает все мыслимые и немыслимые требования общества, государства, законов в том числе. Мы в свою очередь подготовили ряд обращений в соответствующие органы и контрольно-надзорные органы и соответствующие инстанции и уверены, что эти органы отреагируют соответствующим образом и восстановят справедливость. Неоднократно мы, правозащитное сообщество, говорим о недопустимости содержания под стражей, в том числе предпринимателей. Об этом говорит и президент, другие представители законодательной и исполнительной власти, прокуратуры, верховного и конституционного судов, институтов гражданского общества. В целом я могу сказать, что число содержащихся в СИЗО предпринимателей сокращается, но видимо не все еще в системе понимают, что содержание под стражей это исключительная мера пресечения, которая вряд ли применима к предпринимателю матери двоих несовершеннолетних детей, один из которых малолетний. Я говорю сейчас о Екатерине Фельзингер. Сужу об этом, по крайней мере, по той информации, которую знаю из открытых источников. Я часто сталкивался за свою практику с тем, что, как показывает наблюдение, подобная совокупность действий, в том числе, осуществляется, как сообщают, с целью оказания давления на того или иного предпринимателя. Случай избрания чрезмерных, на мой взгляд, мер пресечения, преследований, затягивания сроков, безусловно, вызывает узабоченность и, конечно, находится у нас на контроле. И вот 22 января будет рассмотрение, в областном суде Томском, будет рассмотрение жалобы защитников Екатерины Фельзингер на решение первой инстанции о продлении меры пресечения. То есть, вот 22 будет решаться, отпустят ее или не отпустят ее, или дальше она будет находиться в СИЗО. Наша съемочная группа там будет присутствовать. Посмотрим все своими глазами, конечно же, расскажем. И, знаете, вот все это дело, клиники Санте, очень интересные, очень забавные факты открываются, кто за этим за всем стоит, кому это выгодно. Есть люди, которые очень заинтересованы, чтобы и Фельзингер сидела, и клиника эта прекратила свою работу, или вообще прекратила, или поменял своего хозяина. Российская действительность. Когда предпринимателя, владелец какого-либо бизнеса, в данном случае медицинского, держит под стражей все это время. То есть, когда следователь выходит с ходатайства, начальника следствия это поддерживает, судья первой инстанции это поддерживает, прокурор пробубнил законно обоснованно, судья апелляционной инстанции согласился. И вот набор этих действий бесспорно выдает заказной характер уголовного дела. Подчеркиваю, это 159-я. Традиционная статья для преследования неугодных предпринимателей. Такой бич российской действительности. В российской действительности, уж как есть, 159-я в отношении предпринимателей почти всегда используется исключительно для одного. Отнять и поделить. Забрать бизнес. Сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Человек находится в СИЗО. Ему можно создать такие невыносимые условия, то, что он продаст за один рубль все, что зарабатывал всю свою жизнь. В Томске есть определенные предприниматели, бизнесмены, которые с помощью правоохранительной системы решают свои вопросы. Такое и ранее было. И мы об этом расскажем. Кто и что за этим стоит. Как с помощью правоохранительной системы решаются бизнес-вопросы. Вот таким образом людей сажают, а кто-то на этом наживается. Итак, 22-го будет рассмотрение дела, останется ли Фельдзингер в СИЗО или не останется 22-го января, где мы будем присутствовать. И я надеюсь, что в Томском областном суде во всем разберутся. Но даже если Фельдзингер и Екатерина поменяют меру пресечения, дело вокруг клиники Санте уголовное никуда не денется. И все, что вокруг этой клиники происходит, оно так и дальше будет происходить. Потому что, как я уже говорил, есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы у клиники Санте, у Фельдзингер были проблемы. Я повторюсь, мы думали, что все изменится. Потому что, вроде, там всю верхушку сменили в правоохранительной системе, но все по-прежнему. Вы знаете, люди меняются, а нравы-то остаются. И способы тоже остаются, судя по всему. А пока что, до свидания.